Господа, дамы, с вами Сертер Гладит, и мы играем в Герои Третье. После событий Болотной Охоты, Великая Мутрия находилась в сильном смятении. Потрясение было так глубоко, что разум ее был готов соскользнуть в бездну черного безумия. Противоречие, дракон я или человек, которое было всегда, сейчас обострилось до нельзя, а сознание будто разделилось надвое. Так что сегодня практически психологический арт-хаус, серия о внутренней борьбе животного и человеческого, оформленная в красочный, само собой зеркальный ауткаст с огненным финалом. Поехали, в родном утесе, ленивые траглодиты даже форт не удосужились построить, а как тогда начинать? О, а давайте Академию Боевых Искусств. Сразу второй уровень нападения Сила Магии. По-моему, это неплохое решение. Ну, учитывая, что без форта нам недоступны никакие войска, то есть мы не можем ни загонщик, ни гнездовье Гарпи построить. В книге у нас со старта волшебная стрела, поэтому почему бы не повысить свой уровень и шансы выживания в этом непростом мире. Вроде нормально. Слушай, надо прям сосредоточиться и каждый ход себе напоминать, что бегаем мы с очень небольшой армией. Фактически, ну, половина от стартовой. Если бы форт уже стоял, мы построили злобоглазню, наняли бы Гарпи и траглодитов. А тут мы этого сделать не смогли, поэтому никаких шашек наголо, идем внимательно. Вечер Хату, так сказать, наймем честных арестантов к себе в армию и посмотрим в дальние земли. Инферно. Похоже, спуск в ад запланирован. Какие архангелы. Жуткое зрелище, смею заметить. Везде какой-то близко локоть, да не укусишь. Вот симпатичная локация, как раз для загородного некроманского домика. А и пошло по второму кругу, да? Ну, потому что шаблон зеркальный. А сегодня супер зеркальный, потому что Мутори сражается против Мутори. Человек против дракона. Ну, вроде все осмотрелись. Сейчас вот я тут нашел вроде интересное. Как раз вот справа от нас, да? Магия воды. Почему бы нет? Масса благословения просто любимое заклинание. Просто любимое. Ну, здрасте. Я внимательно все посчитал. И вернуться через городские врата оказалось выгоднее, чем по дороге. Поглядь-ка только. Троглодитые охотники всем своим видом показывают, что не против к нам присоединиться. Ну, хоть и не бескорыстно. Дерево очень нужно для, не поверите, загонщика. Который, он же питомник для, видимо, странных зеленых питомцев. Да. Пятый ход, а у нас пока не кола и не двора. Интересно, интересно. Не, ну город с нуля я еще не отстраивал. Слушай, ну, вот золото у нас, например, есть, да? А, соединения? Соединения нет. Вроде наладилось. Как и армии. Впрочем, зачем нам гарпии, когда есть злобоглазые? Эти хотя бы стрелять будут. И вуаля, вот у нас к концу первой недели что-то похожее на стартовую армию. С ними мы обычно начинали наше приключение, а тут вот только достигли. Злобоглазитов однозначно берем, любая помощь нам будет полезна. И я вижу хибару крестьян и снайперский барак. Секурат с фангармами. Слушай, ну, по-моему, сомнений остается все меньше. Это расклад на нейтральных существах. То есть в ящках Пандоры и в жилищах мы будем собирать ни наших, ни ваших. При этом изначальный город, тоже деревня, то есть постройка с нуля. Нам выпал, похоже, самый такой шаблонистый шаблон. Напомню, Джебус Зеркальный, да? Как говорит Джон Денвер, он состоит из 116 подшаблонов. И вот нам выпал, пожалуй, самый интересный. Ну, греет душу только то, что у товарища Студема, наверное, не сильно все лучше. Хотя он везуч бывает. Ох, ох, везуч! Отманиваем бесов. Не знаю, кто поставил такую анимацию. Ну, видимо, отскакиваем. И, похоже, здесь мы будем терять троглодитов. Ну, я подумал, что терять воров я бы не хотел, да? Во-первых, посмотрите на этих красавцев, да? С Дайкатаной и Выкайдзаси. А, во-вторых, они для нас шпионят. Вдвойне полезные товарищи. Наша первая битва проходит на пятый день. Болельщики ликуют. Троглодиты тыкают. Ну, как могут, так и тыкают, да. Благодаря магии воды у нас есть магическая стрела. Да, ее уже показали. Ну, и вот такая троглодитская дюжина потерь. Бывает. Тайник бесов. Ну, просто посмотреть. И у нас появляются первые существа в армии. Ну, такие нормальные, боевые. Ну, если честно, мы ожидали Архангела. Но, в принципе, три фанатика тоже хорошо. Нам бы, конечно, лидерство, чтобы мораль не падала слишком сильно. Сейчас разношерстная получается наша бригада. Ну, что же делать? Шестой день. Можно как бы в сторону муниципалитета двигаться. Но вот я подумал... А почему-то я думал про снайперов. Здравствуйте. Здравствуйте. Наше отражение тоже ходит. Мы его увидели с помощью глаза. Седьмой день. Ну, вот как бы надо бы и подсобрать. И успеть еще и до конюшен. Сбегать куда-нибудь. Хотя, подожди. Если я сбегаю, мне надо возвращаться. Могу понять. Стоит ли мне идти сейчас или все-таки через ход? Да. Я с каким-то... Не знаю. Сомнением, если честно, отстраиваю замок. Потому что не могу понять, нужен он или нет. По идее, любой шаблон зеркальный. Да, вот кастовский. Он играется каким-то образом. То есть я, видимо, просто пока не нашел ключик. Вот первую неделю реально просто скитался. Просто ничего не делал. Кстати, мог, наверное, сообразить, что... Надо было брать снайперов, а не воров. Я что-то не подумал в тот момент. Машкара охраняет свиток. На родной земле свиток всегда что-то прекрасное, невероятное, классное, контролирующее. Как это мило. Муторе 2 и Муторе 1, как посмотреть, делают, в принципе, то же самое, что мы. Склеп. Хоть и с вампирами, вроде не сильно страшно. Да, сейчас будем двигаться точно к муниципалитету. Потому что у нас с деньгами большие проблемы. Даже ресурсы как-то, ну, туда-сюда. И настраиваться на победу над мошками. Потому что там будет, ну, либо портал для измерений, либо полет. И очень-очень помогут в наших странствиях. Прямо без вопросов. Портал вызова, все, лезут какие-то зэки, простите. Вот, ну, ладно. В принципе, тоже найдем, как их, как-то их перевоспитывать. И, чтобы пользу приносили нашему обществу. Какие-то феерически жуткие потери. А, может, мы стрелять ничего не умеем. Ой-ой-ой, а почему не фанатики-то? Почему не фанатики? Еще эти добегают. Да ладно. Ой-я-я-я. Что со мной? Почему? Что произошло? Ну, в общем, снайпера вот огребли по полной. Они, ясное дело, просто там короли дальней схватки. Но в ближнем бою кидают все свои пожитки, визжат и убегают. Отвратительно. Один остался снайпер. Стоит ли его сохранять? Ну, вообще, говорят, да Мы же сейчас еще, может, на обратном пути возьмем еще четверых Но это было очень обидно Наш просто потенциал армии, ну, не знаю Полтора раза снизился точно Очень, очень Ой, еще и до таркалитов Да, я что-то не знаю Очень, очень быстрые Быстрые враги Мне уже страшно от зомби Что я могу сказать Да Ну, вот какой-то лебедь, рак и щука у нас получается Вот, честное слово Ну, какие-то совсем разные товарищи Ну, стреляй, че, не знаю Не по виду на убой Если бы вы только ходили чуть-чуть побыстрее Да, это склеп, видишь, тут земля считается некромантической Поэтому, да Поэтому мы расстраиваемся Всеми самих играми души Отвратительно У всех, у всей нежити плюс одна А, плюс одна к скорости Да Ну, все Врубаем траглодитскую устойчивость Три снайпера не означают конец игры Уж вообще никак точно И брелок мана, кстати говоря, будет вполне себе полезен Замечательно Этих я не смогу победить А вот, наверное, мошки Мошки хорошее дело Деньги есть, в принципе Толбоглазов будет двадцатка Разорвут Секурать не пойду Я фангармов, честно говоря, не понимаю У них не очень высокая скорость У них вот это странное заклинание с гипнозом Которое, ну, работает только Не знаю Ну, редко Когда очень много у вас фангармов То с каждым кусям они еще и пудрят мозги Врагам Так, подожди О, да, у этого-то скорость выше Скорость выше Поважаем формировать наши какие-то воровские бригады Двадцать злобоглазов Ну, сейчас посмотрим Хоть ману остановим Может, кстати, удвоим даже, да Как-то вот Лачуга Давай еще крестьян возьмем Вообще будет Вообще будет прям Заглядение Очень-очень-очень интересно Очень сложно Потому что, ну, я прям не знаю Как тут начинать Ну, честное слово Да, то есть Ну, на условно-обычном Так, а что? Условно, на обычном ауткасте Как бы привык уже Здесь вроде думал, что начал привыкать Ага, коварность, удем А нет, зигурать не взял Он, значит, это Охраняется, да, наверное Там просто так фангармов не дают Они, по-моему, шестого кроссуровня Слушай, можно гарпий Можно ничего Ничего мне тоже, на самом деле, нравится вариант Потому что гарпий погоду не сделают А здесь Здесь нам деньги зачем-нибудь допригодятся Двадцать пять Немного Немного Будут улучшены Снайперам пока Но они разбегаются Вот лучший Лучший подарок Который только мог быть Полет Слушай, вот Вот, короче Тридцать мечников, да Тридцать мечников Они точно охраняют Классный Ящик Пандоры Не знаю Могу ли рассчитывать на снайперов? Я не знаю Табры тоже что-то должны доброе Но, видишь, до кентавров Да, не пройти Эти держат дорогу Да Бывшие слуги его величества Вот сейчас зарабатывают Мелкими Мелким воровством И непропусканием кентавров Кентаврам Хм Что-то как-то безысходность А там, там дрова стоят Тринадцать Ну, в принципе, с нашей Боевой мощью Да, именно Такой, дальний Мне кажется, у нас шансы-то есть Шансы-то есть А, не Обелиск там все равно Не увеличит уровень Поэтому, в принципе Можно в любом порядке Да, бить Снайпер Вот было бы у вас Хотя бы четверо Снайпера Но что-то вот Не получилось Да Если я как бы Заново бы играл Конечно Я бы, естественно Был бы это Воров не брал Чтобы у меня снайпера Плодились в замке У меня был бы уже под двенадцать Это был бы настоящий Прямо Ну, а так Как есть Как есть На самом деле Очень суровая Будет сеча Но мы сейчас Постараемся Всех Отводить туда-сюда Вот И делать дело Ну, вот, да Видишь Глаза Робко стреляют На половину Ай Половину Дерева Не знаю Верхнюю и нижнюю Да Верхнюю Наверное Надо тут оставлять Мы его, в принципе, расстреляем А нижнюю будем сейчас Отманивать Если там не выпадет Канешальная мораль То должно быть В принципе Все хорошо Каждый вносит Какой-то вклад В нашел Вот это Как бы я не очень Хорошо подумал Почему? А, ну, видимо Там какая идет Там же он Если может Он бьет стопроцентно Да Если не может О, сейчас достанется О, сейчас достанется Кому-то Убегай Что делать Если не может То идет В сторону Куда он доходит За один шаг И где больше врагов Вроде так Расшифровано Я не успел Че Не смог Не захотел Не вышло Давай уж Кусай гарп Ты такая же полезная Как троглодит Ой-ой-ой-ой Ты мой мальчик Выдержал Красавчик У меня все хорошо Все хорошо Ну, давай сам уж Не лезть на рожон Он фанатиком Работы у них Не забирай Продвинутая вода Слушай, я вот уверяю Она будет зачем-то нужна Она вот Пригодится И придется Ко двору Пятьдесят Кабанов А что? Это не только Запас на зиму Это на самом деле Ценные товарищи Никогда еще, конечно Не были они у меня Главным отрядом Может быть Пришло как раз Их время Пересмотреть Так сказать Наши Приоритеты Ну, там добрый Второй точно Может быть Даже третий уровень Да, точнее Ну, хорош Крепкие ребята Поэтому Чего бы не взять Ты когда-нибудь воевал Кабанами? Нет Вон, смотри Ящеры тоже боятся Все хорошо У нас с дровами Какая-то беда Ага Слушай, мы в принципе Выучили, да Что соседние зоны Которые типа Чужие Да, особенно Некромантические Как бы бегать Особо не нужно Я удачу не хочу Книгу магии огня Примечаю Но, как бы там Понятно Мне пока Ничего Не светит А вот на самом деле После рыцарей Кентавров Кого мы там Наберем Не знаю Кого-нибудь Наберем Вот И будет все хорошо Ну вот Теперь и полсотни кабанов В нашей разношерстной армии Снайперы Фанатики Воры Прогладиты двух сортов Что они тут забыли Чего хотят Хотя Наверное Если бы я делал игру То она вот Примерно такой бы и была Только послушайте Девица-дракон С легким безумием Путешествует По мрачному подземелью На пути Встречая Странных существ Сражается Попадает в опасные переделки И Конечно Ищет себя Ну Прям мурашки По спине А Ну это все мечты Игры делать я не умею Там я слышал Нужны программисты Асы Талантливые дизайнеры И вообще Мешок денег Или нет Оказывается нет Нужны лишь идея Энтузиазм И сильное желание Научиться создавать игры С нуля От этапа идеи До вывода на рынок Вы сможете В онлайн школе Скиллфэктори На курсе Разработчик игр На юнити про Движок юнити Просто в освоении Он очень популярный И кроссплатформенный Именно поэтому Большинство мобильных игр И инди проектов Делаются как раз на нем На курсе Вы изучите 3д моделирование Асинхронное Программирование И научитесь Качественно кодить На си шарп И поймете Как создавать красоту Большая часть курса Это практика К окончанию обучения Вы создадите 7 игр В свое портфолио А помогать В этом вам будут Опытные наставники Из гейминдустрии Не поверите Но за счастье Создавать игровые вселенные Еще и неплохо платят В России Средняя зарплата разработчика игр На юнити 120 тысяч рублей А куда податься И как подать себя С этим поможет Карьерный центр Скиллфэктори Переходи по ссылке В описании Записывайся на курс Разработчик игр На юнити про Ведь пора Создавать игровые шедевры И зарабатывать На любимом деле Для своих Промокод Рогл Для 45% Скидки Хорошо Отступаем Вот Я вот прям Вот даже порядок Не могу определить Сколько лупанут кабаны Вот реально Там может быть Два мечника А может все 10 Вот прям Даже не знаю Если вам будет Сейчас очень интересно Это узнать 3-5 Ну вот Средненько Средненько То есть так бьют Кабашки Но в принципе У нас атака тоже 4 да Все Поэтому Чай разрастутся Мои маленькие Наедят бачка Вот А там как раз И зимовье Наступит Давайте Удар держит Удар вроде держит Проглодитов пошел Ну это ты смелый тип На нашу Титульную Кстати Титульных ребят Снайпер Вот красавчик Вот реально Он один остался Он такой Он не волнуется Тянет Лямку Да И Несмотря на все Наши тяготы Кстати да Мутарь начинает Еще с поместьями Еще кабаны Слушай Да Да Нет А что нет Сотня кабанов Ну 98 Там Для ровного счета Нормально Нормально Крестьяне Слушай Я Я же когда говорил Что еще крестьян Возь взять Но я же шутил Ты не знаю Зачем не взял Вчера у нас там Скорость не сильно большая Додумал о заклане Дракону на самом деле Прекрасных крестьянских Дев отдать А сейчас думаю Зачем мне дракон У меня там сожжет Если просто зеленый Красный То вроде нормально А если Золотой черный Я просто ходы потеряю Ходы далеко Ходы далеко Домой мне надо Домой Восстановить ману Удвой Даже кстати говоря У нас наросло Наросло Полет врубить И как всех захватить Так и захватить Давай Дорого конечно А мудрость О мудрость это хорошо Мудрость это классно Блестяще Сэкономили Ну в смысле Ходы потратили в ноль Следующим Сможем ходом Построить вихреманы Не сейчас Обращаю внимание Слушай Вот второй уровень Магов на самом деле Вот интересная же затея Вот интересная же Да затея Или пожалеть Ну мы понимаешь Мантикош Хотим построить Когда нибудь И этих Минотавров Между прочим Уже Конец Второй Недели Ой Да Ну мутори Конечно Супит брови Что и Остается Это конечно Такой провальной Игры Ну как провальная Ну что демо Явно же не лучше Что он там Что он сделал Что он не мог сделать У нас Сто кабанов Моя вторая Моя башня Бог с этим С обстройкой Вот Вот Молния Вот мы сейчас будем Шарашить молнией И всех победим По моему хорошо По моему неплохая идея Пластелинов Этих темных Я не смогу победить Кстати говоря Еще маном Остановить Это здорово Да Хотя Сто кабанов Это Сто кабанов Так Вихреманы Смотри Сейчас надо Внимательно Да 85 Не строим Не строим Не строим Вихреманы Сейчас покажу Фишку Только пойму Куда идти Сначала Слушай Ну вот направо Выглядит Неплохо Да И вот Нет Вот туда Направо Не пойдем Вот налево Тут да Что то есть По моему Неплохое Нам надо Проникнуть В типа Предсокровищницу Которая С нашей Землей Да Чтобы мы нашли Там еще Такой замок А зачем У нас все равно Везде нейтральный Да Или нет Что то Не могу Пока понять Да тут Манят Конечно И рухи И прочие Плюхи Но Пока страшно Карман там Не пойду Глупости Это все Давай Делаем Полет А в смысле Это и была фишка Да мы сначала Делаем полет А потом строим Вихреманы И у нас получается Что Мутори На Все расстраиваются Мутори у нас С полетом И с полной Даже удвоенной Я бы сказал Маной Угу Погост Хорошая тема В принципе Да Вот Он и по дороге Тут тоже есть Может быть Туда будет Как-то сподручнее Зайти Угу Кстати Драгоценные камни Как раз нам нужны Для наших Единорогов Двурогих Вот Ну и давайте Показывать класс Прячемся Все в порядке Защитят Они очень быстро Ходят Очень быстро Очень неприятно 14-15 Ну вот Ну вот Пошел какой-то урон Хоть какой-то Да Хоть что-то началось Ой А я подставил Да его Чувствую Что начинаю Чуть-чуть Тильтовать Если не ошибаюсь Это карточный термин Когда игрок Ошибается И начинает ошибаться Еще больше И появляется Такой Вихрь ошибательства Да Знакомая Знакомая Ситуация Не проигрывать Здесь точно Не собираюсь Вот Но Какого-нибудь Оставить Это конечно Это запросто Это я люблю Вроде хорошо А по-моему А нет Слушай-ка Я думал Это конец Снайперу В принципе Был готов Уже принять Его судьбу Вот Ну Прогодит До последнего Молодец Окружение Тридцати Зомби Прогодит Закричал Аааа Не возьмете Гады И побежал В обратную сторону Он просто не видел Понимаешь Слушай Воры тоже урон Наносят Кто бы мог Подумать А Не вот реально Как-то От этих всех Существ И воспринимаешь Их как Да не знаю Как Какого Как какой-то Ненужный Абсолютно Антураж Они вон Они живые Настоящие Бьются Любят Наверняка Что-то понимают Про себя Прикольно О Это да Это отлично Мы как раз же Собрали сделать ставку На магию Поэтому Это будет полезно Архангела сюда Не дают Может там Смотри У нас Смотри В лагере беженцев Видишь Распродажа Существа Замка Да Соответственно Фанатики Лучники Сейчас будет Ангел Архангела Прям точно Прям точно Говорю Продолжаем Наше скитание На самом деле Даже захватить Шахту Типа Вот Ртутную Это не самая Глупая идея Опять же Если мы В магию Решим пойти От безысходности А вот Студем Решил Тоже нашел Полет Естественно И он решил Вот пойти Типа На север Там Видимо Будет Всех Потрошить Ну Окей У меня Конечно Вьетнамские Флэшбэки Да То что Вампир нам Сейчас отъест Хнайпера Можем ли мы Его остановить Вот Не знаю Если честно Нормальные потери Нормальные Ну ладно Что уж делать Да Боюсь Сейчас по злобоглазым Еще врежут Но может быть Эти врежут По фарам Все прекрасно Все хорошо Непобедимая мощь Кабани Удар Очень хорошо Мне нравится Отлично Отлично Слушай Ну вот Видишь Как бы Уже Не прошло И двух Недель А мы Начали Ну Спокойно Себя Чувствовать В склепах Второго Уровня Или Какого Там Ну в общем В пятью Вампирами Третьего Хорошо Воры сказали Что нехорошо У нас видимо С лидерством Некоторые Проблемы Не можем Объяснить Зачем Мы тут Все собрались Такой Эклектикой Ну Ну И глаза Все в порядке Не дошли Блеск О Мистическая Мана Замечательно Я прям Вот У меня даже Сомнений Не было Что я возьму Потому что Там вот Что-то Прекрасное Конечно Не архангелы Мы хотели Ну что ж Бывает же Да Всяко бывает Вот Снайперов Увеличили Посылочка От джелу Вот Не знаю На самом деле Нет Склеп это дело Хорошее Если ты их Если вдруг Получается Победить Без потерь То склеп И дело Прекрасное Здесь артефакты Добываются Да На шаблоне Они прям В большом Таком Недостатке Вот Немножко золота Ну и вот Ребята чему-то Учатся По-моему Хорошо Мы отработали Уже схему Понимаешь Все уже Прям Это На мази Разрушай Не Ворам Нет Хорошо Разведывают Вот Вот И пусть Занимаются Своей Главной Задачей Еще Плюс Големов Которых Мы взяли В том Что они Не будут Прискать Ходы Что им Все равно Шлем Череп А что Да 58 Матросов Мне кажется Мы идем Как раз Куда Нужно Там Будет Сокровищница Нашего Нужного Уровня Не Слишком Сильная Охрана Ну и Какие-то Ящики Пандоры Потому что Если не Ошибаюсь То Вот В крутой Типа Предсокровищница Да Я решил Замок Может Ну а что Я еще Ничего Не успеваю Построить Другого Толкового Так Хоть Глаз Буду Плодить В крутой Сокровищнице Вроде Те же Самые Награды Но Охрана Куда Сильнее Или Собаки Помним Да Что Они Да Войска Которых Мы встречаем На нашей Пути Они Все Могут К нам Присоединиться И Там Вероятность Даже Не Такая Маленькая Ну Там Разброс От Отношения От 0 До 10 То есть Они Могут Нас Сразу Любить И Сразу Ненавидеть Да И За Небольшую Музду А денег У нас Кура Не клюют Они К нам Присоединялись Я Не к тому Что Матрос Хотел Взять А просто Что Вот Такое Такое Есть Монах Очень Красивая Анимация Выстрела Они Так Собирают Такое Внутреннее Чи И Потом Расплескивают Его В лицо Этим Головорезом Здорово Давай Тебе Монах Успел Потерять Что Я За Человек Такой А Я Не Человек Я Троглодит Мне Можно Продвинутая Мудрость Обязательно Сейчас Будем Набирать Огромное Количество Крутых Заклинаний Четвертого Уровня В магии Воды Это Кабаны Дрогнули Увидели Своих Собратьев Сказали Не Пойдем На них Не Пойдем А Будут У нас И клоны И молитва Вот Конечно Призрачные Драконы 37 А Я Прям Я Стою Там В километре От них А мне Уже Страшно Хранят Три ящика Пандуры Что Там Может Быть Что Там Может Такое Быть Прям Феерически Невероятное Так Не Подставил Все Нормально Смотри Да Успеваем Все Хорошо Все Хорошо Хоббитсы А Ой Я же Так У нас Теперь В портале Вызова Будут Крестьяне Мутори Мутори Ты Вот Прям Бьешь Рекорды 60 Джинов Нет Я пришел Не в ту сокровищ Ну Здрасте Меня Мантикоры Пугнули Там Дескать 599 Думаю Ну Там Такие Войска Что Я Сделать Там Буду Вот А 100 Дем Пошел Куда Надо Ну Еще Естественно Вот А тут Получается И там Плохо И тут Клин Страдательно Страдательно Циклопы Что-то Охраняют Вот Что бы Вы Ребята Не Охраняли Дай Бог Вам Здоровья И окулиста Проверенного И все Дай 113 Снайперов Да Кто Их Вообще Может Победить Да Что За Глупости То Ну Ну Все Домой Возвращаемся А подожди Подожди У нас же Есть Этот Полет Не Я Правда Думал Что Я Буду Просто Развернусь И До свидания Потому что Он ушел Но Блок на Дороге Я Ничего Не могу С ним Сделать У нас Есть Полет Продолжаем Упорствовать И двигаться Вперед Студем Пошла карта То есть там вероятность, как я понимаю, была Между Ворами, крестьянами Еще чародей сюда добавить Короче, да 30% у нас было Осмотрелись 64 Василиска Ну, слушай, ну вряд ли же они охраняют Там 150 крестьян, да? Ну, вряд ли Правда же? Все остальные Какие-то просто непробиваемые, но он на югах Вроде вижу портал Домой Прям С одной стороны, прям половина меня Как-то вот заводится от таких трудностей А другая половина уже Я не могу в это играть, да сколько ж Можно? Тоже чувствую себя немножко безумным Как и Муторе, наверняка у нее много Противоречий в жизни, все-таки, знаете Была лордом Типа человеком все-таки Стала драконом, уверен Там не все в порядке С головой, сами понимаете Да Ну, так Не, у нас маны много У нас много маны И, в принципе, смотри, снайпера Начали что-то делать Ну, как Вот что-то То есть, понимаешь Вот, когда, знаешь, сотрудник у тебя Вот Он вроде не просто Так в офис ходит А вот он Что-то делает И такой думаешь Ну, ладно Вроде ничего Вроде нормальный товарищ А, и мы заперли кабанов Грамотно Чтобы не до них Не добрались Василиски Которые толстоватые Не мы, собственно, не добрались Это мы здорово придумали Слушай, ну я что-то не знаю Ну, ману жалко Очень сильно Но Что делать-то Что делать-то Я не знаю Все, стой там Как пробка Бутылки Ненужного никому Вина Прогорклова Вот Именно это я хотел сказать А мы сейчас будем Собственно Что делать-то Я не знаю Ну, видимо, выпускать Кракенов Выпускайте Свинокракена Класс Ну, он что-то делает Молодец К сожалению Сейчас его будут Очень яростно грызть Если мы Никого-то не подставим Нам нужен На заклане Кто-то Вот давай так Смотри И по идее Сейчас Если Надо было Сначала Да Сначала было так Ну, ладно Вроде как Ага Этот, получается, вкуснёт того А этот А тот Не добежит Потому что Вот такой вот Ты ползучий гад Вот Я не знаю, зачем я взял големов Они мне сейчас уже Честно говоря Меньше нравятся Классные существа Но, опять же Если найду их Там Под 70 Ого Дрогнут Небеса И горы А два Ну, вот Такие вот Дядьки И всё Экспертное поместье Плюс тысяча золота Вот так, да Вот так Вот оно Козлевичи Не, на самом деле Сатиры классные Они типа Тоже там Третьего, четвёртого Уровня Да Они делают Красивый удар Ногой Прямой Фронткик Майя Герри Обчаги, так сказать Вот Своим копытцем Даже не кованым Куда мне идти Я залез В какую-то Тьму таракань Слушай Может надо Что-нибудь такое сделать Знаете Дьяволов победить Вот дьяволов победить Такое, знаешь Рискованное такое И нам всё сразу попрёт Прямо такое Драматическое Только бы не остаться там костьми Хе-хе-хе Ну а чё, я не знаю Возвращаться домой То есть я просто Четыре хода Несколько, пять Просто ходил в никуда У нас вон сотня кабанов Да кто нам перечить посмеет По десять кабанов на дьявола Прекрасно Слушай, хорошая потеря Но мне кажется Я смогу лучше Их мало тут, видишь Их мало оказалось А у нас все довольно быстрые Стреляем Вот смотри Кабаны налево Кабаны вниз Козлевичи в центр И получается Сейчас мне надо нижних закрывать И я в дамках Или там Глаза Вот не помню Кто первый ходит У них одинаковая скорость На всякий случай Во Слушай Нормально Восемь и три Это разница большая С нашими Это как бы да Ну и поехали Бить дьяволов Наверняка В ящике Пандоры Там что-то прекрасное Чудесное И даже автобой Показывает Что принеся в жертву Всех кабанов Мы выигрываем Но у нас конечно Такого Нету плана Сейчас будем Страдать Но побеждать Побеждая страдать Вор Давай Молись своим Воровским богам Чего там у вас Понятия И все дела Ну и Помирай Что делать Все Помер Помер Я хотел подманить На самом деле Они видишь Они не стесняются Не так подманиваются Только так 70 урон Неплохо 1-2 Плохо Можно 1-3 А лучше 3-3 3-3 И будет Дырка в кабане Так Ну допустим Молодцы Красавчики Снять отмашку Не хочу Для козлеичей Будь больно Ай Ой А я честно говоря Думал они поварам Будут бить Они не поварам бьют Ооо Слушай Смотри Урон то Урон то Есть Тоже мы Молодцы Но Перехвалил Перехвалил Бывает Бывает Перехвалил 2 Должно Должно Все в порядке Ага Так давай Шмальнул Ну и голем Похоже тоже Ой Ну за Голема Голема Да что Что за тварь То такая Тварь Ладно Роги выдержали Ну смотри Сейчас После дьяволов Мы получим Тактику Улучшение Характеристик На 2 И еще 50 50 Кабанов Мой Мандьё Что я творю Действовать Слушай Ну отлично Студема Вроде тоже Все не очень Хотя я посмотрел В таверну Только после того Как мы получили Плюс 2 Каждой характеристики Куда нам идти дальше Ну вот возвращаться домой Прям вот Совсем не хочется Может Вперед Смотри Спустимся в ад С нашими страданиями А что бы не спуститься То Я не знаю просто Ну там наверное тоже Нейтральные существа Да В ящиках сидят Пандоры Правильно Значит В принципе Не важно Где ходить Если видишь Что-то сладкое То иди Ну да Сотни вампиров Лордов Сотни черных И рыцарей Да конечно Че Че же мы Сталибетонные же Правда Есть конечно Вариант Просто вернуться И пойти в другую сторону Признать свою ошибку Так сказать Че-то не Че-то не Шли вперед Шли дальше Да как-нибудь Оно срастется Как-нибудь Оно будет Все будет хорошо Че-то Здесь Вон Минотавра Хранят золото Тут Пятьдесят Нужно ждать Костных драконов Кристаллические Вот кстати Тут можно Ману восстановить Сюда Прокраситься Здесь что-то Прекрасное Найти Какое-то Чудо чудное Не Шахту золотую Залезть А что Драконы Любят на золоте Отдыхать У нас их конечно нет Но это не повод Это не повод Вот такой Круг галя сделать Там хотя бы Видишь Есть этот Консерватория Грифонов Да там Можно пара Парангела Будет раздобыть Ну пока С армией Все прям Не очень хорошо Но Тренд 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 приятный И мы совсем Забыли И забили На Отстройку Нашего замка Ну Потому что Думали Что найдем Как бы Счастье Где-то В других Краях Не знаю Туча Кабанов Неплохо Неплохо Слушай Расстреливать Рудина Начинается Так Это Десять Конечно А я верю Я не буду Снимать Отмашку Я верю В тебя Давай Почти Почти Очень хорошо Добивай Нет Не выходит Слушай Козли Читаете Мне нравятся Сатиры Но они Когда в Дрингречках Миква Всегда были Несколько Второстепенны Как-то Да Есть Боги А есть Так Сатиры Слушай Мне кажется Я зря Короче Это Мне кажется Надо наменивать Наменивать И строить И обязательный Хотя бы У нас Будет Минотавры Хоть что-то Не знаю Там Десяток Двенадцатом Мало ли Да Вроде Ничего Минотавры Определенно Нужны Это Уверенность Это Спокойствие Но я Все еще Надеюсь Найти Драгоценные Камни Где-то Здесь В живой Природе Потому что Наменивать Их Дорого Ага Ну и Мы оказались В очередном Тупике В том числе Буквальном Тут Циклопы Тут Колдуньи Полет Есть Но нам Нужны Очки Хода Чтобы Перелететь Все это Безобразие 50-99 Охраняют Ну не сказать Чтобы Уж Очень Хороший Артефакт Просто Нормальный Плюс Одна Скорость Да Да Ну вот То о чем Я говорю Да То есть С одним Рынком Это 20 единиц Руды За Один Единственный Драгоценный Камень Это Прям Ни в какие Ворота Не годится А второго рынка Мы построить Не можем Может и дерева Нет Древняя шахта Вот как-то Не попалась Бывает Может вот Так вот Хотя бы Да Ну Не знаю Ну Деньги есть Там Да Есть Может быть Зачем-то Это будет Нужно Прислоним Голову Ваш Денни Может Там Нас Найдет Инфернальная Удача Студемп Тоже Что-то Делает Надо Посмотреть Как у него С войсками Не могу Понять А он Как раз Решил Видимо В земли Некромантов Проникнуть Чародеи Ух Я бы Отдал Многое За Чародеев Ну Видимо Буду Отдавать Многое За Своё Решение Не Возвращаться Домой Я даже Решил Не нанимать Инфернальных Товарищей Чтобы У нас С моралью Совсем Была Беда Это В другой Раз Ну Гнолов Побеждаем Весьма Бодро Как Снопы Пугался Как Снопы Падают Они Дерево Получаем Важнейший Ресурс Вижу Единороги Травожадные Инфернальные Понять Какую-то ерунду 2049 Ладно Медуз Надо Бить Медуз Надо Бить У нас Будет Скорость Чуть Чуть Повыше Я думаю Вот Сможем Без Потерь Двух Кабанчиков Хотят Кабанчики Дорогие Моему Сердцу Очень 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 Важно Правильно Сделать Выстрел Да Ай А Ты Королева Моя Тварь Та Не Королева Не Подумал Она Быстро Ходит Не Подумал Снайпера Потерял Слушай Магия Огня Там У нас Была Книжка Прям Вот Прям Рядышком Точно Надо Брать Абсолютно Магия Огня Жду Полную Понимаете Это Армагеддон После Защиты От Огня Это Вызов Элементалей Да Ну Жертва В конце Концов Это Очень Круто Это Здорово Магия Огня Да Слушай А может Тогда Вот Так Играть Че Я Выпендриваюсь Правда Рынок Похоже Да Придется Че Я Выпендриваюсь Тогда Смотри Надо Вернуться Домой Когда Нибудь Вот И Собственно Взять Книгу Магии Огня С Огнем И Все Будет Хорошо И Вообще Сейчас Вот Смотри Минотавры Нас Наплодятся Будут Ждать Все Будет Хорошо Студем Тоже Занимается Какой-то Ерундой Мне кажется Он неправильно Пошел В эти земли Некромант Видимо Тоже От некой Безысходности Но С другой Сторон У товарища Чародея Если бы Прямо Сейчас Случилась Схватка Не Знаю За сына Чародея Не знаю Не знаю Благословение Не В аду Что Благословение Точнее Так Здравствуйте 599 Это хороший Ящик Мандоры Прямо Качественный Да И в нем Может быть Многое Может быть Многое Мы еще Не брали Пандоры В аду Да Поэтому Ну Должны быть Нейтральные Существа Правильно Правильно И правильно Надеюсь Что так Сейчас Делаем Тут Фирмопилы Смотри Один Кабан Подманивает Второй Загораживает Своим Тазом Проход Давай Аккуратненько Демоны К сожалению Будут быстро Очень бегать Но Тут Нет Вариантов Нас Особых Все Пошли Вниз Замечательно Замечательно Я Прям Представляю Как Сатир Встанет В этот Проход Будет Отпиноваться Какие То Флэшбеки Из общаги Давай Слушай Ну Вот Маги У нас Начало Нормально Быть Нормально Работать Северно Десять Да То есть Это Армагеддон Будет Под Я не помню Сколько Там По-моему Пятьдесят Под Пятьсот Однако И Элементалей Будем Тоже Вызывать Сколько Там С ракет А там Учетверение Осталось Только Дойти Туда Но Пока Видишь Пока Мы Не Пройдем Все Путешествие По Аду Красавчик Десять Пока Мы Не Выполним Все Тут Дела Которые Нужны Нам Не Осободим Грешников Нужное Количество У нас Ничего Не Получится Да Наверно Ману Зря Что Так Жестко Экономлю Надо Ребят Экономить Своих Пацанов Ну И Здесь Адски Кончи Зачем Они Нам Трюфели Вынюхивать Я Не Знаю Честное Слово У нас Есть Уже Для Этого Сто Специалистов Что Ж Такое Торгов С Артефактами Ну Хорошо У Денег Как-то Прям Впервые В жизни Очень Много Поэтому Что Делать Не Знаю Ну Смотри Мы Сейчас Приходим У нас Там Популяция Набирается Пока Все Вроде Разумно Пока Разумно Полет Думаю Можно Было Да И Вот Сюда Нырнуть Потому Что Там Видишь Получается Дорога А Не Она Никуда Она Как Раз В общем Не Слишком Сильно Срезали Но Срезали За Королевейшем Медузами Их тут Нет Все В порядке Лишние Деньги Опыт И Кстати Говоря Сера Мы Если Будем Отстраивать Башню Это Будет Очень Очень Полезно Бакланов Великое Множество Решили Поживиться Нами Вот Это Подставляем Да Отставляем Подставим Этого Например А Подлетит Мы Его Сразу Разорвем На Клочки Часто Задаюсь Вопросом А кто У нас Является Главным Штурмовым Ключевым Отрядом И Не Нахожу Ответа Масса Благословения Было бы Сейчас Ох Как В Тему Ох Как В Тему Да Давай Прям За Одно Крыло За Второе И Как Пнул Здорово Здорово Царь Леонид Прям Слушай Можно Подставиться Смотри Под три Это Не Страшно Ну Че Они Даже Одного Не Убьют А Эти Еще Не Долетают А Сейчас Они В любом Случа Наших Обезглавили Нефть Поряд А Ой Торо Ой Что Ж Я За Человек То Такой Я Снайперов За Бесов Променял Ну Конечно В портале Вызва Крестьяне Пладятся Ну Че Че Ты Еще Ожидаешь Дерева Нет Видимо Бумацких Строить Товарищей Не Знаешь Ну Давай Давай Еще 100 Бесов Чтобы Было 200 Гоги Хотя Бо Эти С Огнем Умеют Обращаться Шашлык Сготовят Но Все Равно Я Не Удовольствие Хотя Вот Появилась Деревянная Шахта У нас В хозяйстве Ну Что Чередина Четвертой Недели Считаю Самое Оно 120 Ритм Два Судя Титанов Какие Кто Такие Армии Побеждать То Вообще Будет А Где Вот Я Не знаю Что Вот Маленькая Армия Охраняет Большую Пандору И ты Воюешь И У тебя Прирастает Могущество Вот Где Это Все Возможно У Студем Маленько Успокоились Передохнули На Душистых Сосновых Дровах И Готовы Продолжить Наше Путешествие Ангард Ой Замечательно Забирайте И Тут Четверт Ужин Заклинание Которое Я Никогда Не Буду Использовать Ни Молитва Ни Цепная Молния Ни Клон Ни Метеорит Ной Дождь Контур Удар Потому Что Ты Этого Заслуживаешь И Маленькая Консерватория Естественно Которую Мы Просто Разрываем В клочки Все Снайпера Пришло Ваше Время Уже На Пенсию Вот Слушай А что Тут Томился Да Тут Вот Ангел В Консернальной Тюрьме Наверняка У него Какая-то Непростая История И Когда Он Захочет Нам Ее Поведать Будем Слушать Ну А пока Не знаю Ну Вот Ангел У нас Есть Ура И 40 тысяч Золотом Была бы У нас Сильная Армия К нам Сейчас Просто Все Присоединялись Знаешь Вот Все Присоединялись Но Вот Не Выходит Не Получается Бывает Такое Четвертая Неделя Не Ну Хотя Б Хотя Б Опопятся Войска В замке Я Вернусь Там Начну Что Делать А Студем Тоже Паникует Смотри Медведь Гигант Ну И Кабаны 10 на 12 Чародеев В общем На панику Его Ходы Не Похоже Но Пока Он К нам Не Вырвался Будем Надеяться На Самое Лучшее Защищайтесь Циклоп Нет Что 20 Гогов Это Вы Загнули Я Понял Что У нас Не Очень Какая-то Огромная Армия Но Мы Сейчас Покажем Что Нибудь Мы Покажем 1 4 Собакя Ну Как Б Каждый Должен Сейчас Вот Максимально Выкладыв Смотри Опа Тоже Так Себя Наверное Верхняя Надо Было Ману Пожалел Лупануть Молней Ну Ну И Бог С ним Не Гоги Жу У меня Правда Будут Главными Я Не Зарекаюсь На самом Техе Вы Вообще Не Зарекаюсь Собаки Разрывают Циклопа Люблю Броню Но Сейчас Важнее Гораздо У нас Стали Уровни Медленно Подниматься Да Ну Не потому Что Мы Какие Плохие А Вот Потому Что Вот И Поэтому Берем Магию Огня Очень Хотим Е Экспертную Фир Стигмата Огня Я Подумал А вот Ну Вот Я Как раз В бою С циклопами Подумал Типа Что Ой Типа Гоги Ударным Отрядом А сейчас Смотрю 60 Магогов Вполне Себе Отряд Вполне Себе Полный Да Не знаю Питомник Улучшить Не Ну Правда Движ Когда Деньги Появляются Он Питомник Улучшает Не Часто Такое Бывает К сожалению Ну Да Да Всякие Лорды Экспроприруют Нас Убрать Преграду Ну Хорошо Спасибо Ну Да Ладно Я Я видел Бои Которые Решались Убиранием Преграды Да Были Такие Были Убрать Преграду Чтобы Куда Прорваться Понимаешь Какого-то Во войско Убрать Смоз Осматриваемся И Продолжаем Страдать Такой Наш Сегодня План Волшебницы Разбегутся Просто Или Присоединяться Хотел сказать Я О Я знаю Что делать Смотри Сейчас Вот Прямо Задачка По героям Как нам Не огребсти Ну то есть Мы точно Огребаем Главное Чтобы Сформировать Куда Если Ангел Налетает Он Скорее Всего Они Побеждают Даже В ближнем Бою Там Очень Мощная Отмашка А вот Так Смотри Мы Заставляем Ее Прийти К Нашим Бесам И Здесь Уже Магоги Вовсю Неплохо Неплохо Так Я же Говорил Что После Ангела Нам Начнет Вести Вот Отлично Уже Вон 80 Магогов Собрали Почти 90 Классно Классно Север Хорошо Ну Ману Остановили В принципе На самом деле Можно Городской портал Да Домой Наконец-то Вернемся Нас уже Никто Не узнает Там уже Шестое Поколение Троглодитов Сменилось Скажет Мы Здесь Власть А вы Тут Кто Я Великая Муторя Я Подумал Посидеть В колодце Чтобы Ману 20 Ну С этой С полета Может если вернусь домой Скоро То там Как бы Не надо будет С упорством Достойного Лучшего Применения Я Строю Второстепенные Замки Не знаю Может они Как-то Спасать Выручать Я на Муми Настроился Ну вот Смотри 1249 Достаточно Медленных Существ То есть Их Огромное Количество Куча Опыта И охраняют Они Даже убегают Между прочим 117 А они охранят Одну Коробку Пандора Один ящик То есть Там Хорошие Не знаю Ну Дьяволы Может быть Может быть Ифрит Султаны Сейчас Фрит Султанов Например Да Взять Это Вообще Супер Это Класс Это Кайф Строить Не На Мне Кажется Не Успею Уже Надо Было Раньше Подумать Об этом Короче Султаны Ифриты И С Книга Магия Огня Это Рожеш Полный Армагедед Всем Ну Если Магоги Еще Ходили бы Хотя бы Иногда Плохо Мои хорошие Плохо Четырех Мумий Готов Размотать Ну Потому что Они все В этом Да вы Надоели В бинтах В бинтах 15-23 Очень Мало Очень Мало Очень Плохо И Сейчас Всем На нам Настанет Какое-то Что-то Нехорошее Мне кажется 40 мумий Нас Не победят С одним Ударом Наших Блестящих Ангелов 63 Да Слушай Можно было Быть и Смелее И Теперь Смотри Кабанятня Как Сейчас Ворвется Туда И Пропустит Ход Что ж Ты делаешь Со мной Ты Некошерный Ты мой Друг Зачем Же Так Ну Очень Был Важен А вот Не Вышел Проклятый Ангел Звучит Как Название Фантастического Триллера Или Романтического Рассказа Настоящих Женщин Ангел Который Чувствует Только Любовь К ней Одной Так Все Собрались Собрались Все в порядке Смотри Снял отмашку Нормально 40 Все Давай Беги Сейчас кабаны Не подведут Отвечаю Слушайте Бесы Не подвели Но не дошли Но это же Тоже нормально Да Это же Тоже Считается Карбаны Карбаны На карбанару Какие Гоги 100 Муми Охраняют 45 Гогов Что 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 Так Это Ну Видимо Я не до конца Разобрался В перипетиях Шаблона Да Как То Не Чувствуют Обычно Джебу Сауткасте Там Есть Две Зоны Родна И Сокровищница Сокровищница Гораздо Более Сильная Охрана Кратно Но Там Иногда И Добыча Как Следует Да Тут У нас Ну Вот Да Как Есть Тем Интереснее Два Раза Подумай Прежде чем Куда Нарываться Все Сейчас Домой Популяцию Возьмем Улучшимся Усилимся Все И пойдем Воевать Просто Книгу Маги Огня Все Будет Хорошо Все Будет Замечательно Неделя Чумы Почти Минута Молчания Что за Чумные Зайки То есть У нас Не только Не приросло У нас Еще Пополовинилось Спокойно Половинились Все те Которые У нас Нарастали В общем Из наших Сколько Минотавра Хотели Дюжину Я не знаю Сколько Сейчас будет Два Три Таких Покосившихся Из Лепрозория Выйдут Скажут Мы готовы Воевать За тебя С топорами Вот Это будет Наш предел Ну Замечательно Кистень Хороший Кистень Классный Кистень Прямо Сладкий Куда Вернемся Куда Мы Хотим Вернуться На самом деле Улучшить Наших Гогов Домогогов Дело Неплохое Но Потом Еще Целый Ход До сюда Пиликать А вот Кстати Смотри Форд Форд Стоит На холме Там Поди Улучшим И сразу К магии Огня А че Месячишка Прошел Хватит Фору Давать Студем Пора Уже Раздавать Мне кажется Как следует Ну Давай Подожди Так Я по-моему Успеваю Смотри Я успеваю Захватить Возможно Даже Нет Вот Если бы Я не ткнулся В него Может быть Я бы Успел А может Быть И нет Кто Меня Знает Домой Вернулись Тут Вон Крестьяне Чиновники Все К нам Бегут Радуются Спотыкаясь Веселье Пляски Мутария Приехала Лорд Наш Подземный Ну Теперь-то Заживем Плачет Драконик Крыльев А что Фасончик Нам Подходит Подожди Перед Следующей Покупкой У нас Не везде Рынки Стоят Черт О Урвали товар Не по акции Переплатили Там Цены В торговце Артефактами Они Завитят Количество Рынков Да Скажем так Нашего Влияния Как при Продаже Так и При покупке Ладно Уж Контрудар Из уважения К четвертому Уровню Продавать Не буду Мало ли Мало ли Ну вот Плюс один Кисли Заклинание Наверное Дороговато О Кстати говоря Кулон Бесстрашие А я Че-то Как-то Не подумал Про него Это же Противостудемский Амулет Он у нас Берсерка Не сможет Кидать Это ж Великолепно Это ж Прекрасно Конечно Надо хватать Пока Дают Осматриваемся Куда дальше Идти Нам бы найти Вход В подземелье Который Нормально Адекватно Охраняется Не какими-то Призрачными Драконами Или фениксами Я такого Ксажира Пока не вижу Ну и Книгу Магии огня Конечно Не забудем Уже Знаешь Че нам Не хватало Сильно В странствиях Благословения Которые Почти что Просмотры Земли Хоть Я напомню Прекрасная Есть Фишка За дополнительные Ресурсы Заставлять Магов Переучивать Их Гильдию Да 150 крестьян Ангел Пришел Сказал Что эти Юродивые Нам в замке Не нужны Они там Жили у нас Пару недель Ну Ангел Сказал Ну все Ребят Пожили И хватит И пустил Бедняжек Померу Я не думаю Что там Уля с черепом Нам хоть Когда-нибудь Пригодится А вот Противо Берсерчи Особенно С наличием Книги Магии огня На карте Определенно Так Пока я не забыл Давайте первонаперво Перестроим Гильдию Магов Благословение Вот то Что нужно Прямо Только Что Единомоментно Мощь армии Нашего королевства Выросла Не знаю Разов Полтора В два Очень хорошо Одиннадцать Бурых Тридцать Океанических Двадцать Черных Ну вот Это похоже И будет Наша цель Сбегать До конюшен Да не знаю Честно говоря Крюк Далековат Хотя Плюс четыре Сточков Вход Это Это Немало Это Немало Да скучно Это До конюшен Бегать Давай лучше Вон Медведям Кровь Пустим А чего бы Нет Дело Хорошее Мне кажется Одиннадцать Вот если Там есть Улучшенные Отряды Ух Мне не Поздоровиться Как то Усилиться Но вот У меня Деньги Есть А купить Некого Все Чумные Плохо Конечно Требуют В жертву Сорок Шесть Кабанов Упитанных Мы не готовы Подставлять Наш самый сильный Самый важный Отряд Мы не такие Здесь не только Сентиментальные Чувства Ну и Конкретная Эффективность 127 Растеряли Конечно Было бы 150 Было бы Здорово Но вот Я чувствую Что за Медведями Да Ящик Пандоры Ну прям Вот Точно Точно Должны Быть Поросята Ну как то Раньше Я мечтал Снайпер А Да Сейчас Знаете Нет Кабаны Просто Прекрасно Ангелу Вы тоже Подставиться Не может Одиннадцать Медведей Это Это Сильно Я Разочарован В ворах Если честно Ой Ну ребят Вот если Гоги бы Стрельнули То Как бы Не так Больно Бить Но похоже Все равно Придется Ай 12 12 Дюжину Дюжину Потеряли Их И 50 Приобрели Но приобрели Мумий Я не хочу Их брать Они будут Мораль портить Они Плохо Пахнут Ого А почему Подожди Я А как Я улучшил Архангела Представляете Вот это Ничего себе Это здорово Прям Это прям круто Нет я шел Тамагогов Улучшать А Архангел Такой Я тоже готов Поучиться Неплохо Неплохо Эх По инфернальным Землям К сожалению Тоже Пронеслась чума Нигде ничего Толком Не приросло Там армию Магогов 200 штук Не соберешь Я бы и так Не собрал Тут видишь Городского портала То нет Там довольно Сложно перемещаться Есть врата Но это Не совсем То же самое Он нас Типа вот Не видит Наш Оппонент Противник Вроде бы Ну я бы Показал бы Студем Архангела Что он Пусть знает Хотя догадается Тоже Оппонент Получается Получается Какими-то Не могу Сказать Что Полноценными Не знаю Да и Фритов Я не хочу Устроить Что там Я 2-2 Штуки Возьму Это как бы Ничего У врага Вон пожалуйста Есть Големы Поэтому Бармагеддон Тут не решит У нас Между прочим И доход И мощь армии И вообще Красота И сила Кто там Вот крылышки Свои показывает Крылья же Да Кажется Там ангел Нет Или архангел Надо бы понять Сейчас увидим Сейчас узнаем Сейчас узнаем В тени Воры в тени Здесь Крестьяне Ну хочется Как-то Вот что-то еще Да Вот не знаю Может Черных драконов Надо было Строить Когда-нибудь Но Увы Там кстати Еще конюшни Это здорово Да Это оказались Ангелы 51 Полсотни Не Если там еще Архангелы Есть То Не знаю Что там Они могут Охранять Такого Невероятного Классного Ну видишь Шаблон Он очень Такой Хитрый И мы Замечали Что мы 100 Мумий Могут охранять 50 Магогов Да Здесь Такой Некий Дисбаланс Вы спросите Зачем Я уменьшаю Поголовье Элементалей Земляных Так я Отвечу Для опыта Для фарту Бандитского Так а что Сейчас Смотри С благословением Я буквально Там их За пару Ударов Победил Бы Да Наверное Магогов Надо было Конечно Делать Ну ладно Отманю Еще раз Дождем Сейчас Они В прямую Войдут В прямую Атаку Ну да Тут похоже Без вариантов Слушай Красивый Получается Муторе Красивая Да То есть У нас Мастерство Магии Воды И огня Начало И конец И ньянь Прям здорово Воздух Земля не так Ну вы же понимаете Ну конечно Конечно Ой я А Все в порядке Все хорошо Опалили Немножко Гончарной Глины Кархангел Не то что Боится Но считает Нецелесообразно Вот Прошу Разведка В принципе Всегда хорошо Но Давай я наверное В артиллерию Да С нашей атакой Ага Мы получается Вылезли около Замка Инфернальной Но сирот далековато Ой мы не доходим А вот сюда Если спрятаться Опа И нас тут Никто не достанет Здорово Слушай Ну получается Что Оттуда Никто не доберется Да Не то что Без полета Там Сесть же негде Забавно Можно там сидеть И не проиграешь Замка конечно Захватит Забавно Забавно Главное Что у нас Мана есть Что то Как то Душа Вот прям Мечется Что то Как то Построить Что то Вот сделать А я понимаю Что время То оно Безнадежно Да ушло Даже здесь Я наверное Мог бы завернуть Спокойствие Только Спокойствие Мы Вон Уже Далеко Прошли А Студем Пока Не готов На нас Нападать И в принципе Нас Это Устраивает Мне нравится Очень Концепция Да То что Кто попало Ну типа Кабанов Там Не знаю Или Магогов Он Драконец Черных Рыцарей Вот Надо было Конечно С самого начала Отстраивать Замок Понимать Что партия Затянется Да И прям Вкладываться В это Ну видишь Я что то Другого Немножко Ожидал Бывает А я подманил Подманил Кабана Просто так Не отдал Не переживай С моралью До сих пор Проблемы До сих пор Проблемы С моралью Не очень хорошо Три Очень 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 Вкусный Удар Проклинать Архангела Ой А почему А почему Так ладно Мои бог Книга Маги Огня Это Предел Просто Наших Мечтаний Сможем Вызывать Элементали Пармагеддониться Когда захотим Да Ну кстати Вот после Массовой Защиты От огня Очень Даже Очень Даже Она снижает урон На 75% И это прям Это круто Сам Архангел Испугался Ну да Кстати А почему Архангел Мне восстановили Ребят А я забыл Про это Ну ладно Ну и не страшно В принципе Так Ну нам бы Как то вот Туда идти Налево Потому что Там по моему Остался один Из немногих выходов Который мы не видели Мы видели Остальные выходы И нас охрана Там не устроила Вот Так давайте Аккуратно Пожалуйста Стрелять Чтобы не опалить Крылышки Наши Гуси Красные драконы Ой да Как ты Как ты Как ты Это то Ну серьезно Вон смотри Начинаешь битву Летишь Бьешь Все Получаешь удар Победа Что надо Ты еще Помехи Помехи Очень люблю Само собой Как бы Да Ну вот Наш враг Он сейчас идет В сторону Такого мага По характеристикам Да было видно А помехи Это минус 10% К его радости Это Это неплохо Это неплохо Тут Типа деньги есть Руда есть Но я вот Строю Село Да Чтобы Производить Что-то Может магию Буду строить Смотри В принципе Выходит Третий уровень А там Там ничего Ну вот Ничего Жалко Конечно Он тоже Метнулся Вот как раз Вот именно Примерно Туда же Куда я Чуть Чуть Вот по другому Так И Ну вот Как-то И все равно Здесь Примерно Параллельно Мы с ним Идем Да Это опасно На самом деле Он может Как раз Выскочить Как черт из табакерки Но лучше он выскочит Прям перед нами Да Чем мы этого Не будем видеть По-моему так Магог Немножко Это Подкалывает Архангела Ну Сами понимаете Не синенок Поэтому Да Есть ли у нас У нас есть такая штука Восстанавливающая ман Нам вот Последний не хватает До Колодца Ну Колодец мага Восстанавливает Всю ману Всю ману Один раз За ход Ну то есть В начале хода Весь неплохая Неплохая Я вижу Что там эти Птицы Да Ну это Мне кажется Не вариант С ними дружить Да давай Может и клопник Найдем еще Какой-нибудь Да Как-то будет Поприятнее Пополезнее Вот А так как бы Да А уже четвертый Строим уровень Но мантикур Вообще решили Забить Ну как бы Уже смысла Точно никакого нет И здесь Трам Парам Пам Пам Контур удар Которого мы так Долго ждали И так долго Носим в портфеле Кристаллик Угу Джины Сто штук Вот кто-то Присоединялся бы К нам А ну мы же Такие большие Крутые Сильные А вдруг Тут даймо Кто-нибудь присоединится Вот будет Вот будет Короче Не камильфо Да уж Не знаю Летать Не летать Маны в принципе Есть Но Может и это Немножко Поэкономить Сто джинов Решили побеждать А чего А джины Очень знаете ли Нарциссичные Они Перед тем Как идти в атаку Не обязательно Будут на себя Колдовать Всякое И пока они Собственно Будут в расколдовке Мы их и победим Стандартно Одного вора Подставляем Так у них У всех там Пожизненное Наверняка Вот Поэтому Да Не Архангел Не полетит Его победят А Кто-то забыл Магию огня надеть Ну ладно Ну забыл Так забыл Что ж теперь Не переживать же Из-за этого Ну Вот О чем я говорю О Хи-хи-хи-хи Смотри Один весельчак И второй весельчак Полетел Вот если бы он Нанес сейчас урон Это было бы жестко Потому что там На нем это Фури Которая Ярость Да Так же вроде И вот видите Защиты никакой Атака Очень-очень Хорошая Этот пролетит Будет больно 7 В принципе Да Давай так Я ударю По мне будет 20-20-50 Не я могу Не выдержать Я могу Не выдержать Опасно Опасно Прикрыть крылом Своих этих Хрюкующих Весельчаков Ой Дурачок И этот Этот полетит Хотел сказать Я Ну видимо Тоже нет Тоже нет Да Джины Как всегда Влеклись Магией Какой-то красотой Честностью Поединка И в итоге Ну скорее всего Сейчас Проиграет Ага Ну этот Типа защищенный Товарищ А по нему Магия воды Почему-то не действовала Вот А сейчас Сейчас и воздух Тоже не будет Крепко Накидывают Так-то Так-то Да Ага Пам Тилерия Приносит Свои плоды Это хорошо Слабо Слабо Ну на него Все уже Просто положили Да То есть Не пробиться Никак Только руками Можно сядь Заклинание Конечно Но Наверное Зачем Давай вот так Вот смотри Прокляйте И теперь Они будут Бить просто Еле-еле В полсилы Пожалуйста Даже воры Устояли Все очень хорошо А что я опять Не воскресил Да забываю Архангелов Редко Вожу с собой Вот и все И тут к нам Присоединяются Чародеи И полурослики Ну это же прекрасно Это же просто Великолепно А воров Решили оставить Теперь не будем Знать Кто Кто к нам Как настроен Какие-то Свежие сплетни Вот Увы Ну Не получится Так Хорошо Что-то Настраивать Ну я вот Всегда так Пробегаюсь Но почему-то Оно все Как-то Не выходит Не получается Но закаты Закаты Здесь конечно Красивые Названия Приятные Мангуста Уже Которая неделя Я сбился Со счету Конечно Да Пытаюсь Подсобрать На 5 уровень Магии Я там Хочу Взрыв Очень сильно Потому что Со взрывом Ну прям Реально Беда Не беда Вот Кабана Забирайте Все хорошо И начинаем Тут продвигаться Дальше Вот здесь По идее Да Должна быть Или нет Не это Призвочные драконы Я их честно говоря Боюсь Но с ними Очень сложно Сыграть Никого не потеряв Но на самом деле Ну конечно Зеркало Ну вот Что могло Еще в этой партии Быть на 5 уровне Заклинания Вот что Может дверь измерений Нет Ну ладно Зеркало Так зеркало В принципе Может мы Не выучить Не успеем А мы все Ищем вход В подземный мир Надеемся Что там будут Какие-нибудь охранники Типа гидр Что получается Идти Вот нет И значит Единственное Место Как выйти Нам к студему Или что Не пойду воевать Нет там ничего Интересного Это вот Сейчас Двинуться Чуть-чуть На север Очень Очень Хорошо Ага Гоствинд Сколько лет Жили без нашего Правления Свиток Храняют Котики Знаю С моей Везучестью Там будет Что-то Не то Склопов Тут мне кажется Я могу Не одолеть Даже с Берсерком Даже это Ну так будет Достаточно Неприятно Ну Столько Королей Склопов Ну куда ты Что ты с ними Делать-то будешь Семьдесят Золотая Опять же Эх Богатая Я Но Несчастливая Ну ладно Что делать Там Были бы воры Может Кто-нибудь Присоединялся К нам За деньги Или что Да Высматриваю Что я мог Сделать Иначе Куда Пойти Что Сделать Да Не пойду Никого Воевать Я Лучше Как Можно Скорее Уже В подземелье Ну если Часто Чуточку Подустал Да Ладно Да Ладно Да Это Тролли Привет Дорогие Мои 159 Ну это конечно Много Но они Медленные Они Достаточно Глупые Не Не Тут все Будет в порядке Тем более У нас есть Отряд Боевых Полуросликов Как вы Помните С благословением Они творят Настоящие Чудеса Как бы Нам так Сейчас Построиться Да Из-за нашей Тучности Общей Как-то Все не Получается Я знаю Что можно Было Начать С берсерка Но Мне кажется Выгоднее Сделать В первом же ходу Благословением Оно Прям Прям Сильно Ну вот Ну вот О чем Я говорю 45 троллей Просто Упали Отжались Очень Хорошо Еще есть Масса Прокляйте Тоже Классная Ну Берсерк Дело Ясное А вот Собаки Знаешь В моменте Мы Как-то Кляли Судьбу Что Они Присоединились К нам А сейчас Вполне Себе Очень Даже Почему Очень Хорошо Мне Кажется Пали Отбежали Ах Они Подколодные Не побоялись Поднять Свою Мерзкую Дубинку На Архангела Дубинка Конечно Правда Неприятная Какая-то Обглоданная Кость Причем Какого-то Крупного Животного Да То есть Ну Прям Не хочу Углубляться В эту Часть Как-то Не по себе Так Отлично И Вот так Аккуратненько Стреляем И теперь Смотрите Мы Не забыли Воскресить Кого мы Потеряли Одного Кабана Просто Просто Замечательно Слушай На самом деле Я могу У вас И перелететь Но Зачем Победа Мне досталась Достаточно Просто И это Прямо На юг От нашего Замка Да Значит И от Замка Оппонента И здесь Никого Не прорублено Можно Либо через Лево Либо через Право Через Дорогу Вот Метнуться Туда Кажется Через Лево Даже Будет Удачнее Здесь Я Смотри Подсвечу Тут И вот Так Трык Трык Спрячусь По темноте И победим Захватим Замок Врага Да Мне кажется Будет Прекрасно Повторение Это Мать Ущения Предлагаю Тактику Решительной Не менять Да То есть Тоже Потеряем Скорее всего Одного Кабана И только Вот Ну Че Можно сделать Мне кажется Хорошая Тема Ману Восстановим Не переживай Молиста Мальчишки Молодцы Просто Красавчики 45 От Магогов Не могу Сказать Что у нас Армия Огромная Но У меня Хорошая Причу Насчет Магии Огня Она Прям Вот Оно Затащит Это Я Вас Уверяю У Тудема Я Все Время Вижу Какие-то Меняющиеся Войска Поэтому Наверное Сильно Не боюсь Сильно Не переживаю Так Ударили Давай Поэтому Потому что Именно он Сейчас будет Наносить Какой-то Урон Ой Да куда Вы Да о чем Вы Так Все в порядке Снимается Отмашка Добегают Увы Увы Четверо И вот Как раз Который урон Наносит Да Так Вот Эдак Сюда Внимательно Осторожно И Похоже Что Победа Огромное Огромное Количество Опыта У нас Экспертное Экспертное Владение Помехами Наше Большое Преимущество То что Враг Про нас Не знает Ничего Не знает А здесь Похоже Будут Эти Некроманские Короче Штуки Поэтому Нам Наверное Не надо Отвлекаться Ни на что А и Собственно Все Да И ждем Делаем Полет Перелетаем Аккуратненько Хорошо Все Смотри Здесь Везде Режат Ресурсы Что это Может Значит Это Либо Супер Хитрый План Не могу Понять Зачем Либо Студема Здесь Не было Значит Он Не Видит Кавалеристы Да Нет Я Посмотрел Конечно На Хоббитов Признаюсь Минута Слабости Была Но Но Не 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 Самое Сладкое Что Студем Нас Сейчас Не Видит Понимаешь Мы Проберемся К нему Замок Мы Сможем Укрепиться Вернуться До Дома Что-то Поделать В общем У нас Много Чего Так Мыш Арми у нас Поменьше Но Характеристики Вроде Покрепче У нас Есть Великий Архангел Хорошо Хорошо 48 Можно вызвать О чем Речь Так Давай Все Незамедлительно И Вот Сейчас Как 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 Набежим Тык 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 Кардсигар И смотри Там тоже Есть Минотавры И Медузы Минотавров У него много Значит Все-таки Успел Выкупить Видимо Видимо Чума-то Началась Не просто Так Ну А что я тут Делать-то Буду Я тут Буду Терять Хоббитов Мне кажется В промышленных Масштабах Не хотелось Бы Но Что делать Временные Ходы Кончились Как раз Поэтому Да Перехаживать Как бы Нам Не придется Ну И Хоббиты Просто Падают С трех залпов Отвратительно Нехорошо Боится ли Архангел Залететь в замок Наверное Не то Чтобы боится Берсерк Точно Бессмыслен Интересный Дожбель Какой-нибудь Но Вот Нас Типа Нет Его Молния В родном Замке За ней Мы Обязательно Сбегаем Пока Вот Тоже Как-то Нет Есть Обычная Молния Достаточно Хорошего Такого Калибра Слепота Можно Сделать Чтобы Не стрелялись Да Например У нас Сейчас Будет Такая Некоторая Проблема Расковыривать Потому что Осада Идет Ну Более Менее Непростая Да То есть Ну конечно Мы победим Но скорее всего Потеряем Много Кого Давай Наверное Вот Эдак И Подождем И пока Просто Подождем Чистит Перышки Свои Давай Там Покажи Свой Лик Сгорпятни Колдовать Оппонент Не может Но Может Делать Всякие Пакости Я думаю Он будет Просто Кусать Моих Кабанов Которых Я Зачем Подставил Что Я Хотел Этим Сказать Честно Гря Не Знаю Каменная Кожа Слушай Ну вот Много Было Вариантов Много Вариантов Как Ты Мог Быть Полезен Ты Выбрал Наверное Не Самый Лучший Чародеи Они Здесь Такие Вольные Птицы Ты Спросишь Почему Архангела Не Залетел Потому что Я боюсь Его Потерять Он Всего Лишь Один А там Извини Вон Дужины Минотавров Это Как Бо Вам Не Просто Так Каждый Урон До Двадцатки Как Раз Под Двести Они Могли Нанести Наверное Остальные Как То Дотыкать В общем Дело Это Красное И Мы Решили Не Рисковать Стоим Выжидательно Не Знаю Выходи Давай Покажи Класс Совсем Плохо Бьют Совсем Плохо Расстояние Стены 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 Восем Снижают В четыре Раза Урон Снижает Любых Атак Успели Хоббиты Стать Частью Нашей Большой Дружной Семьи Как Вот Оно Произошло Ну Да Три Минотавра Нанесли Урон 16 Ну да Наверное Пристраховался Чуть Удар Куда Карпи Наверное Снесем Иди сюда Инотошка Ждет чего-то Ну ладно Вади Ну за что Ну конечно Снимать отмашку Будет Именно Тавр Нет Решил Так Логи Копье Размером С твоё Теперь пошла Работа По глогам По еще Одному Нашему Очень Важному Отряду Пара Медуз Наверное Будет Я не знаю Что делать На два хода Мы их Расковыряем Ну Из положительного Из отрицательного Вот из положительного Да Из положительного Эти войска Они не будут У студема То есть Мы его Как бы Разделили Напополам Да И как раз Может быть То что у него Было больше Войск Да Это вот Было Как раз За счет Вот этого Гарнизона Давай уже Пожалуйста Просто Вот Закончи Это Я тебя Умоляю Скорее Вот Очень Было бы Полезно Но Немножко Раньше Те самые Троглодиты Которые К нам Присоединились Помните Три Три Среза Не Нам Не Хватит Увы Нам Не Хватит Вот Провели Блестящую Макро Операцию Еще Одно Волшебное Зеркало И Кстати Там Берсерк Да Вы Видели Цепная Молния И Берсерк Мы Ох Не Зря Мы Взяли Этот Кулон О Как Удобно Получается У нас Трогаться Фактами Типа Типа Общее Что ли Да Интересно Ну Ладно Общее Так Общее Хорошо Единичку Покупаем Не очень Много Конечно И силы Заклинаний И Знания Но Денег Правда Очень Много Да Поэтому А что А что Бы Нет А что Бы Нет Вот Так Вот Сделать Например Хорошо Доспех Можно Поставить Да Для Дополнительного Восстановления Маны Но Опять же Немножко Опасно Немножко Опасно Так Так Кажется Хорошие Цены Такие Разумные Правильные Вот Ну я думаю Вы догадываетесь Да Зачем Я это Все Делаю Кулончик Тоже Самого Первого Нашего Дня Он С нами И Ну зачем Ну почему Я просто Ну я Ну Ну не Полет С другой стороны Который У нас Уже Есть Да Ну Конечно Да У нас Просто Магия Как бы Ну Огня То есть Уже Вызов Поэтому Второй Вызов Ну нам Как бы Особо Не нужен Мощь Армии Кролевства Она стала Выше Блеск Ну и Уверенность За счет Книги Точно Точно Да Судем По моему Не брал Не брал И это Очень важно Не знаю Разгоняться Мне в полную силу Или вот Все таки Держать Строй Держать Строй Полезно Тем Что Он может Напасть Да Но так Я потеряю Немножко Очков Хода Может быть И Может быть И ладно Может быть И бог с ним Этикор Упорно Пытаюсь Не замечать Ну кстати Смотри Здесь Вот смотри Медузы Минотавры Тут есть Кого Подкупить Мне кажется Надо обязательно До дома Сгонять Усилиться А что бы Нет Вроде Водяные Поплотнее Немножко Ты слышал Эти шорохи Во тьме Я кстати Тоже нет Отлично До городских врат Мы успеваем Добежать Вернуться В родной замок А потом Возвратиться К сожалению Пятый уровень башни Мы перестроить Не сможем Второй раз А в родном замке Соответственно Будет то же самое А вот четвертый Запросто А ну Ну да Я очень надеялся На молитву и клон Городской портал Сейчас конечно Особо не нужен Ну а палач У нас и так Был в книге Магии огня Удвоились Очень приятно И давай Да Берем На последний бой Самых лучших Самых верных Проверенных Ребят Молодых Минотавров Которые Ничего не видывали Кроме Родного поселения Давай хоть Не знаю Королями их назовем Не знаю Там Грамоту всучим Мне кажется Объективная Вот такой вот Неплохой будет Наш отряд Да Ну и возвращаемся В Кардсигар Все Потратили конечно Все ходы На Это Но Удвоение Маны И 10 Минотавров Думаю Того стоит Того стоит Да построиться Конечно Надо Чувствую Что Студем Долго не будет Ждать Чтобы мы Ну Здесь еще Может популяцию Второй раз Собрали Я думаю Что где-то рядом Но у нас Есть защита от огня И армагеддон И еще и вызов Элементали Я думаю Проблем быть не должно Ну и вообще Как бы Уверенно Уверенно Все будет хорошо Погнали Студем Пишет Что якобы Он совсем Совсем Рядом И дескать Мне нужно Начинать Бояться Но Это вряд ли Армия у нас Покрепче Если таверна Не врет А вот И его Красный нос А мана Удвоена Я думаю Что я разберусь С ним И в чистом Лопале Забарю Своё Отражение Фениксы Первые ходят Ну и только Для наших планов Ничего не меняется Сначала Наложим Защиту От магии Огня 75 75 75 Процентов А потом Будем Армагеддонить Ага Вышел Некоторый Фальстарт Смотри Так он И по своим Врезал Тоже Как следует Ну да Плохо Плохо Но вообще Знаете Вообще Это есть Ирония В этом Да То есть Два дракона Пришли биться И оба С одинаковыми Мыслями Не сговариваясь Шандарахнуть Армагеддоном А там хоть Трава не расти Но нет У нас Нет сейчас Такого Выбора Такой Роскоши Поэтому Точно Огненные Так А почему 36 Что это За Что это За скидки А он Видимо Да У него Помехи Экспертные Да еще И похоже Какой-то Артефакт Так Было бы 64 Ну Теперь Смотрим Успевает ли Он за Один ход Победить Всю нашу Армию Да Или мы Успеваем Понавызывать Всякого Сатиры Мне нравятся Они Вперед Не пошли Но Подбодрили Феникса Молодец Орел Так Что урон Какой-то Слабый Ну Правда У нас Макогов Осталось Треть Да От изначального Возможно Поэтому Возможно С этим Связано Кабаны Тоже Уже Не так Свирепы Как были Раньше Ну Надо Феникса Забить Ну Вы Что Ну Давайте Уж Ну Плохо Обидно Наверное Нужно Вперед На самом Деле Да Попробовать Закрыть Стрелков Врага Ну Выходит Феникс Ну Вот Сейчас Магедон Наверное Будет Уже Вредить Оппонент Потому Что Ну Не Везет Не Везет Цепная Молня Еще И По Кабанам Не Ну Ман У него Кончается Значит Мы Скорее Сможем Перевызывать Если Он Вот Прям Сейчас Не Победит Ой Он Подступает Подступает Поближе Чтобы Стрелка Не Ломалась Это Будет Больно Это Будет Обидно Чародей Замер Так А нам Что Делать Ну Понятно Смещаться От Прямой Линии Атаки Да Три Титан То есть Отбегать Скрываться Да С Линии Атаки Вызывать Элементали Ну Их Всего 36 Я Очень Боюсь Что Прям Чародеи Титаны Накидают Мне С Прямой Стрелой Ух Как Вон Големы Тоже Скоро Дойдут А Кулаки У них Весьма Пудовые Что Делать Как Выигрывать Македон Нельзя Мы Не Доживем Мы Не Доживем До Следующего Хода Там Цепная Молния И все Кстати Подожди Так Вот же Решение На Поверхности У нас же Тоже Цепная Молния Есть Смотри Двух Титанов Шандарах И Чародеев Тоже Придется Немало И все Дальше Наша Задача Просто Дожить Вызываем Еще Огневичков И победа Думаю Что Так Думаю К сожалению Скакнуло На фангармов Это было Неправильно Неприятно Но Должны Были Быть Чародеи Но Как Получилось Козлята Тоже Похоже Сейчас Будут Рваться В бой Ну да Естественно У Студема Задача Проста Вывести Из строя Наших Всех Чтобы Мы Не Сходили Мне Кажется У него Не Должно Это Получиться Если Я Сам Конечно Не Подставлюсь Еще Раз Третий Раз Че Такое Два Три Может У него Этот Навык Брони Там Я Не Знаю Или Что Я Даже Бить Никого Не Хочу Вообще Прям Никакого У меня Желания Наша Задача Просто Вы З З З З З З З Не Пусть Закрыто Никакого Урона Не Наносим Все Хорошо Все Нормально Ну И Конечно Чтобы Сказать Очевидное Да Огненные Элементали Они Не Воспримчив Кормагеддона Да То есть У них Все Хорошо Еще Разок Это Вот Козлячья Радость Действует А Чего Они Придумают А Подожди Он Придумает Он Придумает Он Сейчас Будет Ужахать Видимо Молнией Скорее Ну Конечно Не Он Кстати Помогом Ужахнул Надо Было По Элементалям Хотя Кто Его Одного А Эти Да Ну Все Получили Ход Еще Вызываем Ага Штампуем Так Сказать Магоги Ну Вот Как бы Молодцы Одного Спалили Хорошо Классно Все Все Хорошо Так Теперь Получается Мы Можем Отбежать Големы Будут С трудом Побеждаться Но Тут Тоже Мы Их Тоже Возьмем Мы Их Тоже Возьмем Так Он Кстати Ходил Не Ходил Наш Товарищ Он Поджидал По Моему Да А Не Он С Молни Кину Все Все Хорошо Да Вот Начало Раунда Да У У Нас Два Огневичка Сбежать Он Не Может Потому Что Это Уткаст Вот Ну И мы Соответственно Тоже Уже Погрязли В битве Два Дракона Выжигают На тысячу Километрах Все вокруг Сражаются Че Придумаешь Нет Не страшно Не страшно Смотри Но тут Тут нет Урона Видишь Урона У него Нет Все Мне кажется Можно Прямо Сейчас Армагеддон Кинуть Чтобы У него Чародеев Собрать И На самом деле Эти Сапсаны Сапсаны Черт Чародей А Взял Замедлил На самом деле Эти Сапсаны Сатиры Очень Тоже Мощные Если Их Допустить Поэтому Мне кажется Надо Сейчас Это Жахнуть Как Следует И все Смотри Да Че 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 Он Отразил От Титанов И От Козлевичей Вот Никогда Такого Не Было И Вот Опять Ладно Все В Порядке Думаю Это Не Критично А Вот Это Очень Критично Там же Этот Ледяной Шнур Он Наносит Удвоенный Урон Черт Побери Ой Ой Там Десять Астет Тут Шесть Вроде Вылазим На Тоненького Нет Вроде Вылазим Сейчас Все Будет Все Будет Хорошо Так Големы Подходят Ага Окей Козлевичи Фениксы Ну че Давайте Давайте Сейчас Видимо Будет Еще Один Олединая Молния Да Не Он Почему Это Бьет Не Знаю Почему Все В Порядке Титан А6 Не Выбивает Не Выбивает Никак Он Все Хорошо Здесь Получается На лудочке Успевает Играть Веселый Боевой Барт Больно Больно Держим 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 Удор Держим Удор Нам только Вызвать Еще одного И все И все Нет 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 А Вот Это Да Вот Это Да Сопротивление Два раза Сработало И я Проиграл Вот Это Ничего Себе Бывает Студем Конечно Ликует Смеется Говорит Что У него Было Одно Единственное Колье Неприступности С 5% Шансом На Отражение Магии Соответственно Вероятность События Что Два Существа Из Четырех Отражают Армагеддон 0.2% Поэтому Предлагаю В ошибке Мне это Не записывать Если бы Армагеддон Прошел Как Следует То Моя победа Была бы 100% Возможно Более Осторожный Правильный Вариант Было бы Еще Вызвать Элементалей Но С другой Стороны Враг Был Прямо Рядом Наносил Серьезный Урон Неловкая Мораль И Пиши Пропала Поэтому Сыграл Как Сыграл Получилось Огненно А По Итогу Сквозь Брулящее Пламя Мутри Завершила Свою Трансформацию Лишилась Всего Человеческого И Осталась Лишь Драконом Могучим Разъяренным И Жаждущим Мести Большое Спасибо Что Посмотрели Огромная Благодарность Тем Кто Поддерживает Канал До Встречи Герои Навсегда